В Самаре сегодня произошла авария на пересечении улиц Мичурина и Луначарского. Столкнулись две легковые машины. На месте работали пожарные и бригады скорой помощи. Как сообщили медики, пострадавших нет. По словам очевидцев, водитель одной из машин превысил скорость и, возможно, не справился с управлением. Муниципальный центр управления Самары помогает жителям решать проблемы через социальные сети с помощью системы «Инцидент Менеджмент». Чаще всего горожан интересуют вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством и уборкой дворов. За первые две недели ноября в администрацию Самары поступило 2850 обращений. Из них обработали около 2500. В Куйбышевском районе Самары завершают благоустройство дворов. Уже обновили объекты по следующим адресам. Центральная 1-2 и Новомолодежный переулок 16. На участках уложили асфальт, расширили места для парковки, установили бордюры, малые архитектурные формы и урны. Самарцам рассказали, какой месяц самый невыгодный для отпуска. В 2025 году это будет традиционный январь. Далее можно выделить май, июнь и ноябрь. Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, можете потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с заработной платой. В Самарской области утром была пресечена атака дронов. Над территорией региона уничтожены шесть беспилотников. По оперативным данным пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, ситуация находится под контролем. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта с профессиональным праздником и пообещал оказывать всю необходимую поддержку в части совершенствования транспортной инфраструктуры, обновления парка пассажирского транспорта, кадрового обеспечения, решения многих других вопросов, связанных с развитием отрасли. В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли законопроект о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей с участников СВО. Это сделают при условии, что боец заключил контракт с 1 декабря текущего года. Председатель Центробанка Эльвира Набиулина сообщила, что в 2025 году ключевая ставка начнет снижаться. Однако приостановить данный процесс может возникновение дополнительных шоков.